Приветствую вас. Давайте мы начнём с конца, да, с конца вашего вопроса. И скажем сразу так, что вы в поведении своего молодого человека, в том, что он не хочет знакомить детей, значит, ваших детей со своими родителями, вы расцениваете как проявление того, что он несерьёзно к вам относится. Это неуверенность в себе, которая у вас есть, это сомнения в себе, это страхи, это непринятие в себя, это, скорее всего, недостаточное чувство собственной значимости, которое у вас может иметь место быть. Отчасти я увидел это в вашем предыдущем вопросе, который вы задавали в 16-м году, где вы писали о том, что приревновали своего мужчину и спрашивали у него, что бы он хотел изменить вас. Вот это момент, который меня очень сильно насторожил, потому что непонятно, зачем вы в отношениях, да, то есть либо ради того, чтобы быть человеком, принимая его таким, какой он есть и делая его счастливым, либо для того, чтобы реализовывать свои какие-то желания, причём ценой даже собственных перемен. Не обязательно это означает, что вы стали бы реально меняться, может быть, реально меняться вы бы и не стали. Но сам факт того, что вы приревновали, говорит о неуверенности и об отсутствии значимости у вас, а тот факт, что вы стали спрашивать его о том, что он хотел вас изменить, говорит о, ну, возможно, собственном неполном принятии себя самой. Ну и, соответственно, это нужно исследовать, это нужно разбирать. Это вот то, что касается вашего последнего вопроса, последней части вашего текста, который вы пишете. Далее, я бы хотел, чтобы вы пояснили немножко для себя, почему или чем вам так важно, чтобы ваш мужчина познакомил ваших детей со своими родителями? То есть, откуда у вас такая важность именно этого аспекта? Ведь вы со своим молодым человеком и детьми своими будете жить вместе. Родители его с вами вместе жить не будут. Чем для вас это важно, да? То есть, какое значение вы вкладываете в это? Не перегружаете ли вы по значимости этот факт, знакомство детей с родителями вашего парня? А если это происходит, то, соответственно, за этим кроется некие ваши желания, которые тоже необходимо, ну, как минимум реализовать, да? Как минимум поисследовать, увидеть, значит, изолировать и строить стратегию удовлетворения самостоятельного, да? Вот. Дальше. Вы говорите, что он не хочет знакомить детей со своими родителями, ваших детей. Но если вы общаетесь с родителями вашего парня, то вы можете сами познакомить их со своими детьми без парня, опять же. То есть, здесь момент как бы именно такой, что вы можете сами взять дело в свои руки. Вопрос только в том, хотите ли вы реально это делать? Или для вас, опять же, важно, чтобы это сделал мужчина? Если да, то чем? Если да, то почему? На эти вопросы необходимо также поисследовать ответы. Дальше. Значит, вы говорите, что у его мамы появился ухажер. Это означает, что, ну, как минимум, у его родителей, да, есть определенные проблемы между собой. И вполне вероятно, что ваш парень не хочет знакомить детей с родителями именно потому, что они, его родители, сейчас переживают не самые лучшие времена, не самые хорошие времена. Вполне возможно, что вместе они даже и не будут. Вполне возможно, что они не смогут хорошо вести себя с вашими детьми. То есть, очень может быть, что ваш парень заботится о ваших детях. Я полагаю, что нужно выяснить сперва вообще, что происходит с его родителями, у вашего парня. И, ну, просто будет хорошо, если вы просто расспросите у него об этом, да, то есть, что происходит, чего хочет мама его, чего хочет папа его, как сам парень относится ко всему тому, что происходит. Ведь он явно не в восторге от появления ухажера у его мамы, да, вот. И если знакомить, например, ваших детей с его родителями, то и ухажер должен быть, потому что, ну, он же часть, как бы, семьи, получается, пока он с мамой. А это значит, что его отец увидит этого самого ухажера, это будет неловкость. То есть, парень, вполне вероятно, просто избегает вот этой вот неловкости, которая может быть. И делает он это в части для себя, делает он это в части для своих родителей, делает он это в части для вас и для ваших детей. Вот. То есть, вполне вероятно, что сейчас просто очень такая пикантная ситуация сложилась, когда, ну, не вариант просто. Просто. Вот просто не вариант. Не то это время, не то это время. Вот. Вот. Но у меня сложилось такое впечатление, что вы со своим молодым человеком не очень близки, потому что вы не в курсе того, что происходит у него, того, что происходит с его родителями, ну, я имею в виду полностью, да. То есть, вы знаете, что у его, у его мамы появился ухажер, но это одно, это не то же самое. Это не то же, это не то же самое. Ого. Это не то же самое, что, например, вы знаете, как мама относится к его папе, как папа относится к его маме, как папа относится к тому, что у него появился ухажер, как ваш парень относится к тому, что появился ухажёр, вот. Это не то же самое. И вот эти все вещи, они как будто бы вас не волнуют, а волнует вас только то, чтобы он познакомил родителей с вашими детьми, вот. То есть разделите, разделите свою заинтересованность в этом на свои личные желания и на реальную значимость и полезность этого, ну, поступка или события, как угодно называется, вот. Разделите, разделите то, чего вы хотите и какие свои желания вы преследуете, какие свои желания вы удовлетворяете через эту и то, реально ли сейчас познакомить его родителей, и ваших детей полноценно хорошо, чтобы и родители пришли к этому с душой, и дети остались довольны и так далее, вот. Понимаете, если вы вдруг боитесь молодого человека потерять и по этой причине хотите, чтобы он познакомил родителей с вашими детьми, то это означает, что у вас в отношениях проблемы. Это означает, что у вас с самой собой проблемы, и с этим нужно работать. Родители, парень, дети здесь ни при чём. Понимаете? Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я думаю, что если вы не будете давить на своего мужчину, а, напротив, расспросите его о том, как обстоят дела с родителями, что они сейчас переживают, что он сам переживает, то вам всё станет понятно. Но вот с этой вот неуверенностью в себе, которая у вас есть, и которая стимулирует вас на ревность, вот с ней нужно работать, с ней нужно работать, её нужно исследовать, её нужно выправлять, для того, чтобы вы были более полноценным, более независимым, более равноправным партнёром в отношениях, и не, значит, проецировали бы, не переносили бы на какие-то объективные события в жизни, свои собственные чувства, страхи, эмоции, переживания и конфликты, особенно, если это касается детей. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok